До релиза Тени Чернобыля существовали так называемые билды. Билд, сборка, предварительная версия игры вселенной Сталкер, собранная для внутреннего тестирования или показа до выставков, и не предназначенная для широкого распространения. Я думаю, что многие слышали, что такое билд. Большое количество поклонников Сталкера знают, что многие наработки не попали в официальную версию игры. Сегодня мы поговорим о бронек костюмах, которые вырезали из оригинала. Ну а я желаю приятного просмотра, не забудь поставить лайк, а мы начинаем. Герма-комбинезон. Ранее модифицированный бронежилет Сталкера, вырезанный особый образец комбинезона Сталкера, встречающийся в сборках 2006 года. Кустарная модификация обычного костюма. Видимо, Сталкеру не хватало денег на научный, и он модифицировал свой, повысив ему защиту от пси. Комбинезон, дополненный антирадиционной защитой и баллонами с научного защитного костюма. Видимо, Сталкеру не хватало денег на научный, и он модифицировал свой, повысив ему защиту от пси. Дополнительные свойства. Траты сил. Минус 13%. Иммунитет к зарыву электричеству. Уменьшенный на 10%. Данный комбинезон можно было найти на радаре, в котловане с радиоактивной техникой, в трупе-одиночке, в комбинезоне Сева. Как и другие особые образцы, впервые появился в билде 2571 от 16 марта 2006 года. В ресурсах за 14 августа, использующийся в билде 2588 от 2 августа 2006 года, были изменены названия и описания, но характеристики затронуты не были, что показывает, что комбинезон стал устаревшим. Также присутствует в билде 2604 от 18 августа 2006 года. Как и другие особые образцы, по стоимости и весу не отличаются от стандартного комбинезона. Судя по описанию, комбинезону должны быть пределаны кислородные баллоны, но внешне это никак не показано. В техническом имени и текстовых ссылках имеет разное обозначение. Заколдованный комбинезон. Ранее комбинезон сталкера заколдованный. Вырезанный особый образец комбинезона сталкера, внешне от него не отличается. Комбинезон встречается только в заборках 2006 года. Пролежав долгое время в аномалии, комбинезон приобрел способность отталкивать пули. Окончательно остановить пулю он не в состоянии, но способен понизить ее энергию еще до физического контакта, тем самым оберегая своего хозяина. Трата сил минус 13%, иммунитет к взрыву увеличен на 10%. Местонахождение данного комбинезона Армейские склады Деревня Кровососов В одном из домов Чтобы получить данный комбинезон, нужно было сначала взять квест у Воронина. Найти костюм. Выдает генерал Воронин. Награда 3000 рублей. У меня к тебе задание личного характера. У одного моего друга скорый день рождения. Я бы хотел сделать ему особый подарок. Мы с ним старые служаки. Через многое прошли. И поэтому подарок должен быть соответствующий. До меня дошли слухи, что в заброшенной деревне-складах где-то спрятан заколдованный костюм, как его называют сталкеры. Многие его искали. Но деревня такое место, что вернулись немногие. А те, что вернулись, повторных попыток не делали. Найди его и принеси мне. Найти костюм. Выдает генерал Воронин. Награда уже 7000 рублей. Есть неофициальное задание, сталкер. Моего друга. Скорый день рождения. Я хотел бы сделать ему толковый подарок. Прошли мы с ним через многое. До меня дошли слухи, что в заброшенной деревне возле складов имеется заколдованный костюм. Название дурацкое, но раз уж приелось, так и будем называть. В общем, попробуй добыть. Помни только, деревня это такое место, что ухо надо держать в астро. Как и другие особые образцы, появился в билде 2571. От 16 марта 2006 года. На протяжении всего существования менялись те же характеристики, что и у стандартного комбинезона. Единственное отличие, укороченное название в билде 2588 от 2 августа 2006 года. К билду 2945, а 25 января 2007 года был полностью вырезан. В описании говорится об увеличенной полистойкости комбинезона, хотя на самом деле увеличен показатель разрыва. В Сталкере Тень Чернобыля на армейских ладах есть подобие алтаря, в центре которого лежит комбинезон Сталкера. Вполне вероятно, что именно в этом месте планировалось окончательное местонахождение заколдованного комбинезона. В техническом имени и текстовых ссылках имеет разное обозначение. Аном и М1 соответственно. Комбинезон Монолита модифицированный. Также модифицированный комбинезон Монолита и ПСИ-костюм. Особый образец комбинезона Монолита внешне от него не отличается. Вырезан из игры. Улучшенный комбинезон группировки Монолит. Производитель неизвестен. По защитным характеристикам немного уступает армейскому бронежилету серии ПЗ-9А. По структуре напоминают широко распространенные среди нейтральных сталкеров комбинезоны, в которых бронежилет соединяется с костюмом противорадиационной защиты. Неплохо защищает от слабого стрелкового оружия. Экспериментальный образец. Еще до таинственного исчезновения группировки Монолит они вели работы над повышением защиты от ПСИ-излучения. Судя по всему, им это удалось. Особенный образец Монолитовской личной защиты. изготовлен из более высокотехнологичного материала и дополнен экспериментальной ПСИ-защитой. Его защитные характеристики превосходят некоторые армейские бронекостюмы. Кроме того, он способен противостоять ПСИ-атакам. Местонахождение. Х-18, нулевой уровень, комната с металлическими шкафами в одном из них. Найти ПСИ-костюм выдаёт бармен. Награда полторы тысячи рублей. Когда лаборатории в Тёмной долине ещё работали, они бились на проблемы защиты человека от ПСИ-излучения. Правда, им это не помогло. Да. Так вот, одна попытка была всё-таки успешна. И они создали комбез, в котором почти безопасно даже контролёра поцеловать. Вот так. Притащишь, отплачу. Найти ПСИ-костюм выдаёт бармен. Награду уже пять тысяч рублей. Было время. Лаборатории в Тёмной долине работали. Всё искали. Как защитить мозги от ПСИ-излучения. Только слишком уж медленно работали. Да. Так вот. Вроде бы одна попытка была-таки успешной. Где-то там валяется комбез, в котором можно хоть контролёра поцеловать. Ага. Вот даже так. Если притащишь мне эту штуковину, не забуду. Как и большинство других особых образцов, появился в билде 2571 от 16 марта 2006 года. На протяжении всего существования менялись те же характеристики, что и у стандартного комбинезона. В билде 2588 от 2 августа 2006 года изменилось описание, ставшее более подробным в плане технологии улучшения. К билду 2945 от 25 января 2007 года комбинезон был полностью вырезан. В конечной версии игры на месте данного комбинезона лежит стандартный комбинезон монолита. Неизвестный бронекостюм. Бронекостюм, не имеющий какого-либо названия и существующий только в виде модели. Местонахождение у большинства одиночих мастеров, в том числе у бороды и медведя. Интересные факты. Этот бронекостюм похож на облегчённую версию экзоскелета. Одушевлённая куртка, также аномальная куртка бандита, необычный костюм и уникальный костюм. Вырезанный особый образец бандитской куртки. Внешне от неё не отличается. Традиционная одежда бандита, кожаная куртка с шитыми келаврами элементами, слегка усиливает противополевую и осколочную защиту. Эту куртку сняли с трупа одного из сталкеров, умерших в аномалии кисель. Пролежав долгое время в аномалии, эта куртка приобрела аномальные свойства. Она значительно ускоряет метаболизм носителя. Традиционная одежда бандита, кожаная куртка с овшитыми келаврами элементами, слегка усиливает противополевую и осколочную защиту. Дополнительные свойства плюс 20% к восстановлению здоровья, 1,15 часть сытости в секунду, плюс 133% к кровотечению, плюс 36% к выносливости. Местонахождение Темная долина база бандитов у Борова. Найти необычный костюм. Выдает Сидорович. Награда 2000 рублей, аптечка и бинт. Прошел слух, что где-то у бандитов есть интересный костюм. Говорят, неудачник, который его носил, попал в аномалию. Кисель, по-моему. Так вот, в результате этого костюм приобрел необычные свойства. Короче, принесешь, отстегну по полной. Уж больно интересная вещица. Что скажешь? Найти уникальный костюм. Выдают Сидорович. Награда 5000 рублей. Слух прошел, что где-то у бандюков есть костюм. Очень интересный. Говорят, неудачник, который в зону припер, попал в аномалию. В холодец, что ли? Ну да, да не важно. Главное, в результате этого шкурка приобрела не совсем обычные свойства. Так если ты мне принесешь, отстегну по полной. Что скажешь? История создания. Как и большинство других особых образцов, появилась в билде 2571 от 16 марта 2006 года. На протяжении всего существования менялись те же характеристики, что и в стандартной куртке. В билде 2588 от 2 августа 2006 года немного изменилось описание, появилось игровое название. К билду 2945 от 25 января 2007 года куртка была переделана в аномальную кожанку. Интересные факты. Неизвестно, как куртка уцелела, поскольку кисель разъедает всё, что в него попадает, как и другие особые образцы, стоят столько же, сколько и стандартная броня. Уплотнённая куртка. Вырезанный особый образец бандитской куртки. Внешне от неё не отличается. Традиционная одежда бандита. Уплотнённая куртка. Вырезанный особый образец бандитской куртки. Внешне от неё не отличается. Традиционная одежда бандита. Кожаная куртка со вшитыми киллаврами и элементами. Слегка усиливает противополевую и осколочную защиту. За счёт уплотнения повышены защитные характеристики. В основном от аномалий. В основе это была сталкерская куртка, но за счёт вшитого уплотнителя толстого войлока повышены защитные характеристики. Особенно от ударов гравитационных аномалий. Местонахождение Кордон у одного из бандитов на АТП. Он единственный у кого есть костюм. Впервые куртка появилась в билде 2571 от 16 марта 2006 года и имела следующие характеристики. Ожог, удар, электрошок, радиация и химический ожог, 10%, телепатия 5%. В билде 2588 от 2 августа 2006 года характеристики изменились до конечного варианта в соответствии с изменением характеристик бандитской куртки. К 2007 году была полностью вырезана старый экзоскелет. Экзоскелет, встречающийся в сборках игры 2004-2005 годов, внешне напоминает комбинезон заря с противогазом и экзоскелетным каркасом. В 2006 году заменен на конечный вариант. Экспериментальный образец военного экзоскелета, производитель, некий зарубежный военный исследовательский центр, заинтересованный в обкатке своего детища, в сложных условиях зоны, тяжелое гидравлическое оборудование, закрепленное на спине, тем не менее, в конечном итоге позволяет переносить гораздо больше веса и меньше уставать. Гидравлика также компенсирует вред от падений с высоты и влияние гравитационных аномалий. Система приводов косвенно служит защитой тела от пуль и осколков. Надевается поверх собственного костюма. Описание предусматривает экзоскелет, как отдельный аппарат, одеваемый поверх собственного костюма и увеличивающий переносимый вес, но это так и не было реализовано. Не менее интересно, что иконка и модель конечного экзоскелета выглядели согласно описанию до сталкер чистого неба, а модель НПС и иконка игрока в инвентаре в переделанном варианте. А на этом всё. Надеюсь, данное видео оказалось для вас полезным. Все необходимые ссылки есть в описании. Спасибо за просмотр и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok